Всем привет! Это Адлер. Набережная и просто жара. Посмотрите, сколько людей на пляже. Это пляж Мандарин. Рядом стоят домики. Почти все заняты. Ну и на пляже людей тоже немало. С утра были большие лолны. Может быть, это просто самый оживлённый пляж в Адлере? Давайте проеду сейчас и посмотрим, что у нас происходит на остальных пляжах. Проеду потом в сторону Олимпийского парка, по той набережной, посмотрим, что там. В Сочи парке посмотрим. Открыт он, не открыт. А здесь у нас вот такая ситуация. Загорают, отдыхают, расслабляются. Бананы, плюшки, горячая кукуруза. Чё угодно. Ах, какие облака! Красотища! Невидимый спасатель. Одни только тапки видны. Ходить надо осторожно, чтобы никому не прищемить ухо. Напомню, это я на пляже Мандарин. Сейчас проеду дальше по набережной. Вот такие волны. Хоть бери доску и катайся. Такое ощущение, что тут вся страна на пляже собралась в один момент. Кошмар. Людей сколько, а? Хотите татуху, хотите косы. Пляж очень облагоустроенный. Душ и рядевалки. Тут же есть фастфуд. Можно и перекусить. КФС, Макдональдс. Сейчас 4 часа дня. Час пик жары уже спал. Люди подтягиваются на пляж. Поэтому более-менее оживленно всё. Эх, красивые облака. Ну, людей всё так же много. Отдых идёт у людей полным ходом. Самолёт за самолётом приземляется каждые 5 минут. Также взлетают. Центральный причал Адлер. Куча людей. Не проехать, не пройти. Столовая. Цены я здесь уже снимал какие. Можно посмотреть в предыдущем видосе. Речка, которая вытекает, никого не смущает. Все купаются. Прям в ней там стоят люди. Ну, чуточку поменьше, да, чем на Мандарине. Но уже много. Ну, зато здесь тоже красиво. Эвкалипты, пальмы. Кедры. Причал сейчас закрыт. Гулять на нём нельзя, к сожалению. Когда-то давно он был открыт. Можно было по нему прогуляться, половить рыбу. Попрыгать с него в воду. Вот так вот. Территория охраняется, проход закрыт. Ну и всё. И такая же ситуация. Дальше, дальше, дальше. Всё точно так же. Никакой показухи на определённых пляжах. Нету. Все пляжи одинаково устроены. Везде всё заполнено. Буквально несколько дней назад разрешили открыться аквапарком. Аквапарки открылись, получается, в Адлере. Аквапарк Амфибилс в Сочи. Аквапарк Маяк. И в Красной Поляне два аквапарка крытых. Это Галактика и в Горке-Моле. На курорте Красная Поляна. Это пляж Чайка. Ну и вот тут так вот. Пляж Чайка. Тоже забит до отказа. Теперь поеду в сторону Олимпийского парка. Посмотрим, как там у нас. Что у нас новенького. Как работает Сочи парк. Какие сейчас сцены на вход. Ну и просто прокатимся. А сейчас пока едем в сторону Олимпийского парка. Покажу вам, как выглядит частный сектор у нас в городе. Если кто-то хочет остановиться в частном секторе. Смотрит частные объявления. Либо через устройщиков. Вот. Ну, собственно, это выглядит вот так вот. Частный сектор. Просто обычные дома. Практически в каждом доме есть комнаты. Свободные койко-места, которые сдаются. Вот. Ну и, собственно, в таких местах самый низкий ценник на аренду жилья. Наверное, где-то от 300 рублей за койко-места можно остановиться. Вот. Частный сектор. Почти на каждых воротах висят таблички. Сдаются комнаты. Сдаются комнаты. Это улица Ульянова, Адлер. Если вы не знаете, где остановиться, в принципе, можно приезжать своим ходом. Доезжать до центра Адлера. И искать самостоятельно жилье. Ну, есть, конечно, более простые способы, как это все заранее спланировать. Найти, арендовать, заплатить. И не ходить здесь, не потеть с чемоданами. Есть, конечно, гостиницы такие большие. А есть просто. Сдается комната. Экскурсии. Тут, собственно, все есть по месту. И курортные товары. И места общепита. И какие-то развлечения небольшие. Бары. Столовые. В общем, не пропадете. Частный сектор тоже неплохо. Для тех, кто хочет сэкономить. Либо у кого ограниченный бюджет на поездку. Также у нас в городе очень хорошо бомбят эвакуаторы. Будьте осторожны. Смотрите на знаки. За торговым центром Мандарин и за пляжем Мандарин со стороны гор есть вот такая площадь. Памятник трем солдатам. И сразу за ним есть классная площадка для детей. Если вы с ребенком, то сюда можно однозначно зайти. Она находится в тени практически весь день. Площадка от Макдональдс. Здесь же рядом есть батуты. Можно посидеть, выпить кофеечко, а детей занять. Вот так вот чай продается с разными вкусами. Экскурсии. Красная поляна 350. Роза Хутор 350. Но не рассчитывайте, что вы в эту цену поднимитесь наверх. Это только лишь дорога. Билет на автобус. Виноград 200, абрикосы 180, 150, нектарины, сливы 150, 170, большие персики, 130 помидоров, 50, картошка. В принципе, цены чуть-чуть выше, чем в супермаркетах. И примерно такие же, как на Центральном рынке. Называется район Южных культур. Здесь совсем рядом есть парк Южной культуры. Кстати, видео есть у нас на канале. Можете посмотреть. Подсказка сверху. Вот уже почти на набережной Олимпийского парка. Здесь она, конечно, начинается не сразу. Сначала идет морской порт. После него идут заградительные такие сооружения из огромных камней. Потому что шторма здесь разбивает набережную частенько. Волны прям выходят на гостиницы, на Олимпийскую деревню. И дальше идет пляж. Примерно с стадиона Фишт. Около него есть платная стоянка. Там можно поставить автомобиль и двинуться. Вот так начинается Олимпийская набережная. С таких камней. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Пишите комментарии. Мы едем дальше. Искусственный пляж с белым песком. Здесь есть прикольные волейбольные и футбольные площадки. Место, где можно позагорать. Полежать на шезлонге. Также там есть огромный бассейн, где можно покупаться. Также здесь проводятся дискотеки, вечеринки. Какие-то тематические мероприятия. Пляж Олимпийской набережной около 7 километров, если я не ошибаюсь. И все 7 километров будет вот так. Люди, 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 люди. В камеру, наверное, не сильно видно. Но вся пляжная полоса до Абхазии прям усыпана людьми. Знаю, видно, нет? Вот она идет, пляжная полоса. И все в людях. Это я сейчас нахожусь прямо напротив стадиона Фишт. Пляж Роза Хутор начинается. Кругом велопрокаты. Самые простые вот такие есть прокатные. Около 80 рублей за час. Велосипеды поинтереснее можно взять в специальных пунктах проката. Порядка 150 рублей за час. Это нормальная цена. Где-то можно найти и за 100 рублей. Куча разнообразных электромобилей. Маленьких, больших. Рикш. Просто электробайков. Вот еще одно атмосферное место. Прямо под стадионом Фишт. Вода чистейшая. Не такая большая волна, как в Адлере в центре. И вода здесь чистенькая. Потому что сечение идет в сторону Адлера. На подходе к парку уже есть какие-то аттракционы. Которые находятся не на территории парка, а рядом. Огромное колесо обозрения. Чтобы на него попасть, необязательно проходить в Сочи парк. Отель Богатырь. Такой тематический тоже отель. В стиле рыцарей. Везде внутри стоят доспехи, мечи. Щиты. Такое место интересное. Билеты можно приобрести в автоматах. Онлайн. И просто в кассах. Взрослый 1900. Если рост выше 140. Считается взрослый. Ниже получается от 107 до 140. 1700. Это на весь день. От дневной и после 4. 1750. Два дня 2 800. Кароход стоит 3 900. Это значит, что не придется стоять в очередях. Можно все будет проходить мимо летом. Мимо очередей. Часы работы с 10 до 10. Это с 18 июля по 23 августа. Если вы приехали в Сочи, в Адлер, обязательно стоит посетить Сочи парк. Аттракционы здесь классные. Не стоит слушать тех, кто постоянно всем недоволен. Впечатление точно получите. Также на территории парка есть дельфинарий. Если вы с детьми, то сразу убьете двух зайцев. Посетите дельфинарий и классный парк. Потому что если идти в дельфинарий отдельно, в Адлере, в курортном городке есть дельфинарий. Цена билета около 500 рублей. А здесь вы посетите сразу и парк, и дельфинарий. Вот. Также куча классных аттракционов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Смотрите другие видео. До новых встреч, друзья. Всем пока.